Добрый день! Так и хочется говорить, добрый день! Пусть он будет добрым в Господе! Добрым в Духе Святом! Всегда очень рада вас всех видеть! И я очень рада, что Дух Святой здесь! Это самое главное! И я очень рада, что Дух Святой здесь! Видеть Его духовными глазами! Очень рада! И сегодня мы поговорим с вами о том, что Церковь может, как Церковь я имею в виду, мы с вами можем не замечать в себе, не придавать этому значения, но оно присутствует, в каждом присутствует, вот беда! Вы знаете, мы привыкли так говорить... Я прошу, что вы мне совсем другую проповедь прислали! Нет! Не могла послать другую! Но неважно, будешь так говорить, Анечка! Ты у нас мастер! Цитат может не быть, да? Ты мастер! Ну, по-жижему, мы видим! А цитаты будут здесь? Нет! Совсем интересно, но ничего! Будем спонтанно! Сегодня у нас будет слово о том, что является первым грехом! Мы привыкли говорить, что первопричинный грех у нас какой? Гордость, да? Но это не совсем так! Хотя, вроде как, от гордости все происходит! Но первый грех — это ложь! Первый грех, из-за чего пал даже дьявол, — это ложь! Вы знаете, ложь всегда лежит в основании всех грехопадений! И всех грехов! Вот если мы возьмем с вами, такой Иоанна, 8 глава, 44 стих! Здесь говорит Иисус, когда Он обратился к парисеям, Он сказал, «Ваш отец — дьявол! И вы хотите исполнять похоти Отца вашего! Послушайте, Он был человекоубийцей от начала! И не устоял в истине! Ибо нет в Нем истины! Когда говорит Он ложь, говорит Своё! Ибо Он лжец, и Отец лжи! Кто Отец лжи? Дьявол! Он и есть сама ложь! И Он Отец лжи! И вы знаете, что любой грех всегда сопровождается ложью! Я бы очень хотел, чтобы вы взглянули во внутренность свою и просто подумали, насколько это правда! Что в основании всякого греха лежит ложь! И грехопадение человека началось тоже со лжи! Чему поверил человек? Чему поверила Ева? Лжи! Вы представляете, Бог сказал истину, а она поверила лжи! Как Иисус сказал, что дьявол — это что? И есть ложь! Ложь, понимаете? Когда Он говорит, говорит Своё! Говорит ложь! Вы знаете, как интересно сказал Иисус, а когда Я говорю Вам истину, Вы не верите! Это человеческая натура! Когда Ты говоришь истину, человек не верит! Ты говоришь истину даже о Боге, даже не верит! А начните лгать! Начните обманывать! Человек тут же подхватывает и начинает принимать! Почему? Почему человек склонен верить лже? и отвергать истину, как Вы думаете? Это не странно? Не очень странно, я скажу Вам! Потому что ложь, она обычно говорит так, чтобы ты хотел, то, что ты хочешь услышать. Человеку нравится то, что говорит ложь, понимаете? Многие люди просто даже желают быть обманутыми. Вот желают. Я это видел, я встречала. отторгают истину, принимают ложь, им так больше устраивает. И принимают ее за истину. Я хочу показать Вам по Библии, это очень интересно. Сколько мы найдем примеров, где просто с ложью люди старались как-то себя устроить. и как грех, как вот вот эта ложь именно, как красная ниточка проходит через всю жизнь человечества. Итак, я вернусь в райский сад сначала, да? Что сказал Бог? Если вкусите от этого древа познания добра и зла, смертью умрете. Это истина. Что сказал дьявол? Не умрете. Полностью противоположен. Не умрете. Что являлось истиной? То, что сказал Бог. То, что сказал Бог, всегда есть истина. Чему поверила Ева? Почему-то поверила лжи. И ослушалась. И эту же самую ложь понесла куда? К Адаму. И что делает Адам? Верит лжи. Не Адаму ли Бог сказал? Адаму. Кому она верит? То есть, он кому верит Адам? Еве. Отвергая истину, сказанную Богом. И что происходит, мы с вами знаем. И потому, что ложь удобная. Она услужливая. Она позволяет то, что тебе истина запрещает. То, что тебе вожделено, то, что тебе очень хочется, ложь тебе позволяет. Не, не, не умрете. Ничего с вами не будет. Разве вы такое не слышите в вашей жизни? С тобой ничего не случится, не выдумывай. Ну, подумаешь, один раз попробуешь. Ну, один раз что-то там сделаешь. Ну, посмотришь один раз, не то, что надо. Послушаешь, ну, это один раз. Ничего не будет, не умрешь. И человек верит лжи. Вы знаете, что есть такая ложь, утешительная. Как по-вашему, она от Бога? Утешительная ложь. Она от Бога? Я вам скажу, что отец лжи, он настолько, как сказать вам, настолько изобретательный, что он изобрел разные разновидности лжи. Ложь утешительная, ложь оскорбительная, ложь как клевета, ложь — это сплетни, искусительная, это тоже ложь, искушает. Человек лжет иногда от страха за собственную жизнь, лжет ради выгоды, лжет ради интереса, чтобы украсить что-то, приукрасить, чтобы чем-то завладеть, что ему не принадлежит, восхитить желаемое. Человек дошел до такого состояния изобретательности во лжи, что даже обетование хочет попытаться восхитить ложью. И при этом думает, что совершает правду Божью. Итак, обратимся к Писанию. Чтобы не быть голословными, я вам покажу по Писанию. На примерах. Итак, вернемся к Еве, потому что оттуда все началось. Ева упала только потому, что поверила змею лжи. Потому что змей сказал жене, не умрете. Адам упал из-за веры, потому что была обманута Ева, но он принял эту ложь. Я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как выглядит ложь. Бытие 3.6. Как я вам сказала, она изобретательна и вожделенна. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. И вожделенна, потому что дает знаниям. И взяла плодов ему и ела, и дала также мужу своим, и он ел. Кому поверил? Лже. Кому она поверила? Лже. Пойдем дальше. Ихний сын, Каин, солгал Авелю. Посмотрите, как пошла ниточка. Он заманил Авеля в этот самый, как он называется, в поле, в поле, для того, чтобы его убить. Как сказано, смотрите, и сказал Каин Авелю, брату своему. Здесь не говорится длинный рассказ. Сказал. Я не думаю, что он сказал, пойдем в поле, я тебя там убью. Он что-то сказал, пойдем в поле, посмотрим. Но у него уже было намерение убить. Авель поверил лже Каина и пошел в поле с ним. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. В основании греха, убийства, лежит что? Ложь. Каин тут же лжет Господу. К сожалению, даже Господу умудряются лгать. Бытие 4, 9, 10. Господь спрашивает Каина, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Ложь? Еще какая ложь? Не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. Итак, грех побуждает человека лгать даже перед Богом. Вы знаете, сколько лживых молитв? Я тебя так люблю, я всю жизнь тебя дам. И не собираются даже. А сколько лживых молитв перед Богом? А сколько лживо себя оправдывают перед Богом? А сколько лживо клевещут на братьев пред Богом? Мы пойдем дальше по Писанию. Посмотрите на Авраама. Авраам солгал фараону из страха о том, что Сара не жена. Она только сестра. Испугался фараона. И собственный брак подверг опасности. Свою жену подставил. Вместе с этим он фактически подверг даже обетование опасности. Я прочитаю вам Бытие 12, 11, 13. Когда они приближались к Египту, то сказал Саре Авраам, жене своей. Вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его и убьют меня. А тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра. дабы мне хорошо было ради тебя. И дабы жива была душа моя через тебя. Хорошо? Ложь. Ложь. И страха. Солгуй, будь мне хорошо. Ради тебя. но Господь поразил тяжким ударом фараоном. И дом его за Сару, жену Авраама. Разве Бог не сказал Аврааму обетование? Так кому поверил Аврааму? В страху? Кто ему это подсказывал? Солгать. Грех живущий. Уже грех живущий подсказывает, как надо лгать. И вот мы с вами видим, что призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал правду? Для чего ты сказал, что она сестра моя? Я бы взял ее себе в жену. И теперь вот жена твоя возьми и пойди. Пойдем дальше. Вы знаете, что у Авраама родился сын Исаак. Смотрите, что делает сын. Исаак. Получилось так, что они тоже пошли из-за голода в землю филистимлянскую. И что делает теперь сын Авраама? Он также скрывает, что Ребека его жена тот же самый почерк. Жители вместо того спросили о жене его. она была красива. И он сказал, это сестра моя. Потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня. Думал он, жители места сего за Ребеку убьют. Потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Абимелех царь филистинский посмотрел в окно увидел, что Исаак играет с Ребекой женою своей и призвал Абимелех Исаака и сказал вот это жена твоя как же ты сказала на сестра моя. Исаак сказал ему потому что я думал не умереть бы мне ради ее. Но Абимелех сказал что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоею. И ты вел бы нас в грех. То же самое сделал что сделал отец. посмотрите как ниточка идет. Теперь посмотрите дальше. Иаков младший сын Исаака ушло по роду для того чтобы восхитить обитамание прибегает к лжи. А кто наставляет его? Не скажите кто наставляет? Мама. А кто маму научил что надо обманывать? Ее родной муж. Когда-то ее родной муж подставил ее сказал не жена сестра теперь она делает то же самое. Теперь она своему сыну говорит не бойся иди обманывай отца который когда-то меня подставил вы понимаете что делаешь? Ложь она ниточкой тянется ложь за ложью ложь за ложью помогает Богу как будто Бог не силен сделать то что Он обетовал все ложью помогают ложью приобретать обетование не следует Бог силен исполнить обещанное если Он сказал Он сделает каким образом каким чудом это Бог и так Ревека мать Якова учит своего сына солгать отцу чтобы восхитить благословение а подал пример ей собственный муж дальше мы видим что Яков убегает попадает влюбляется в Лию попадает в семью Лавана и что происходит там Лаван начинает обманывать Якова вместо Лии подставляет Рахиль Лаван да вместо Рахили извините подставляет Лию и он работал семь лет за одну потом семь лет за другую и он из года в год десять лет обманывает обманывает Якова десять лет Лаван десять лет он не может заработать себе ничего хотя работал он об этом говорит своим женам вот я прочитаю вам когда он собрал своих жен и сказал давайте уйдем потому что он все время обманывает и никогда мы здесь не встанем на ноги вы сами знаете что я всеми силами служу отцу вашему а отец ваш обманывает меня раз десять переменял награду мою но Бог не попустил ему сделать мне зло и мы узнаем что Бог вступился за Иякова вы помните и он приобрел много овец и много козлов пятнистых благодаря Господу и дальше мы видим Ияков хитрости убегает опять-таки не открыто не честно не благородно хитрости и когда Лаван пришел и увидел что вся семья убежала он во гневе погнался за Яковом и мог действительно его просто уничтожить но вот как он говорит Лаван Якову что ты сделал для чего ты обманул меня и увел дочерей моих как пленных с оружием то есть смотрите на обмане многое строится в человеке вот в этом древнем человеке живет грех ложь вселили через Еву ложь и она сопутствует она сопровождает всех смотрим дальше теперь уже сыновья Якова они тоже поступили со своим братом как Иосифом так же солгали отцу теперь сыновья лгут отцу что якобы Иосиф погиб помните да что они сделали продали его в Египет отцу принесли окровавленную одежду и сказали извини вот звери это не одежда твоего сына видно звери его растерзали бедный отец поверил своим сыновьям видит одежда в крови а на самом деле сын был продан и Иосиф был продан Патифару жена Патифара его оболгала он попадает в тюрьму все вы видите что творится откуда все началось из Едема началось все от падения от неверия Богу не поверили истине и вошла ложь и вошла ложь и так она укоренилась что человек теперь просто считает что это мудрость там солгал тут соврал тут прикрыл ложью друг к другу любой грех совершается ложью обманом хитростью любой грех ни одного греха вы не найдете где бы не участвовала ложь я вам могу больше продолжить списочек если вы помните Иуду как он тоже хотел схитрить обмануть свою невестку Рубим и Семен как они вырезали из-за своей сестры Диану обманом целый город грех поселился в человека вместе с ложью потому что он действует через ложь и действует ложью запомните это если грех какой-то хотите совершить там всегда будет ложь так что ложь это основа всех грехов и сегодня дьявол обольщает ложью обольщает народы ложью обещаниями ложными страхами ложными запомните когда он говорит ложь говорит это всегда его это качество его характера а Бог есть истина дьявол это ложь а Бог есть истина нельзя не верить Богу если вы верите вот этому миру вы верите дьяволу значит вы не верите Богу потому что невозможно верить лжи и истине одновременно и когда он говорит даже правду то в ней скрывается большой обман будьте внимательны ему нельзя верить никогда и ни в одном случае вы знаете даже капелька яда смертоносного если положить в бочку с медом вы отравитесь она убьет поэтому он так и лжет говорит правду с ложью и человек это кушает но к сожалению не только он кушает его ложь и сам уже лжет не придавая тому значения как мы видим с вами из Ветхого Завета но пришел Новый Завет пришел Иисус Он сказал что пришла истина Иисус это истина и Он принес нам свободу от всякого греха аминь значит Он нам принес свободу от лжи понимаете Он нас освободил от этой зависимости потому что ложь это зависимость многие думают зависимость от наркотики там алкоголь зависимость лгать но Иисус нас освободил от этой зависимости Он нас привел к праведности вы знаете как у Иоанна 1 Иоанна 2.29 говорится если вы знаете что Он то есть Бог праведен если Бог праведен знайте знайте то что всякий делающий правду рожден от Него еще хочу прочитать вам 1 Иоанна 3.7.10 Дети да не обольщает вас никто обольщение всегда ложь кто делает правду тот праведен подобно как Он праведен кто делает грех тот от дьявола потому что сначала дьявол согрешил для сего-то явился Сын Божий чтобы разрушить дело дьявола всякий рожденный от Бога не делает греха хочет сказать не лжет рожденный от Бога не лжет потому что семя Его Бога пребывает в Нем и Он не может грешить потому что рожден от Бога дети Божьи и дети дьявола узнаются так всякий неделающий можно сказать неговорящий правды потому что это одно и то же не есть от Бога равна и не любящий брата своего ложь в истине устоять не может настолько ложь противоположна истине что вместе они не могут удержаться поэтому Иисус сказал что дьявол не устоял в истине свалился потому что он отец лжи и как в основе греха лежит ложь услышьте меня в основе праведности лежит истина вы не можете быть праведниками если в вашем основе вашей веры не лежит истина если в вас есть ложь вы неправедны если вы лжете вы уже неправедны вы понимаете меня дети Божьи рожденные от Духа Божьего уже не способны лгать не способны они не могут творить ложь они говорят правду творят правду вот как сказал Иисус но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх того то от лукавого знаете я думаю что вы тоже так старались учить своих детей но меня так учили родители лучше чтобы тебя поругали за правду чем ты солжешь сегодня это пройдет ложь а через месяц через день все равно узнается поэтому мы всегда говорили правду поругают поругают зато это правда павел говорит кремлянам 3-4 бог верен а всякий человек лжив как написано ты праведен в словах твоих вы слушаете и победишь в суде твоем ты праведен в словах своих и победишь в суде тот кто праведен в словах своих тот и в суде победит не просто сказано что твое слово тебя же осудит и твое слово тебя же оправдает Соломон когда он пророчествовал о том что ненавидит бог он сказал что бог ненавидит ложь ненавидит клевету а что такое клевета это приукрашенная ложь это разновидность лжи клевета сплетни наговоры это все ложь и вот как он написал интересно притчи 6 16 19 вот шесть что ненавидит господь даже семь что мерзость душе его только послушайте что бог ненавидит и что для него мерзость глаза гордые когда гордо смотришь язык лживый и руки проливающие кровь невинную сердце кующие злые мысли ноги быстро бегущие к злодейству когда ты спешишь на зло лжесвидетель наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями ненавидит и для него это мерзость может ли народ божий вот это делать может ли это быть среди народа божьего если мы праведники а Захария говорит о том что Бог определил для своего народа жить честно жить в правде вот он пишет вот дела которые вы должны делать говорите истину друг другу это дела вы представляете вот дела которые вы должны делать говорите правду друг другу знаете как обидно когда подходят и говорят тебе ложь ты знаешь что говорит неправду а должен сделать вид что веришь как это тяжело а как Богу это больно но он говорит вот дела которые ты должен делать говорите истину друг другу по истине и миролюбию миролюбию судите у ворот ваших никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего и ложной клятвы не любите ибо все это я то есть Бог ненавижу говорит Господь ненавидит Бог ложь Павел говорит что надо изменить свой разум надо изменить свой образ жизни перестаньте жить ветхим заветом ветхим человеком не заветом человеком потому что там исклевает грех там грех в уме везде он присутствует но надо войти в образ Иисуса Христа в другой как он скажет нового человека Бог сотворил как он говорит интересно отложите прежний образ жизни отложите прежний образ жизни ветхого человека истливающего в обольстительных похотях обновитесь духом ума вашего облечься в нового человека созданного по Богу в праведности и святости истины истина она святая святость истины облекитесь посему отвергнув ложь говорите истину друг другу каждый ближнему вы слышите да говорите истину каждый ближнему своему потому что мы члены друг другу праведный человек не лжет он укрепляется в праведности он возрастает в праведности вот в откровении говорится что неправедный пусть еще делает неправду хочется сказать кто лжет ту и лги дальше нечестивый пусть еще сквернословится и сквернится праведный да творит правду святой да освящается еще все гряду скоро и возмездие мое со мною чтобы воздать каждому по делам его вспомните как сказано что он наш господь говорит всегда истину и на суде будет правед оправдан тот кто говорит всегда истину и на суде будет оправдан а тот кто постоянно лжет к чему приводит ложь я показала вам из ветхого завета как она ниточкой переходит из рода в род из рода через Еву через Адама и пошло Иисус прервал эту ничь все мы новое творение ложь не должна присутствовать здесь среди нас в нас в наших домах в наших семьях в нашем обществе нам должны верить как нам будет этот мир верить если мы будем проповедовать Иисуса Христа если мы только что им лгали когда мы по работе или еще по делам они это увидели они знают что ты лжешь а почему они должны знать что ты говоришь сейчас истину да будет ваше да-да нет-нет запомните остальное от кого от лукавого хотите чтобы лукавый говорил из ваших уст говорите правду если вы не говорите правду будьте благословлены и благословлены и вы они не